Всех поздравляю в первую очередь с началом весны. Эта оттепель, я думаю, коснется и нас, потому что у нас такая зима была неопределенная, и я бы не сказал, что сложная, но все ждали, когда наступит ясность, и ясность наконец-то наступает. Меня зовут Суходоев Алексей, я член правления SWC, это платформа нового поколения, которая объединяет в себе и инвестиции, прорывные технологии транспорта, инфраструктуры будущего, и другие направления, которые будут способствовать дальнейшему развитию и привлечению инвестиций именно в это направление. То есть каких-то другие направления мы не рассматриваем в качестве основных, и наша идеология, наша логика построена в первую очередь на реализацию того, что задумал генеральный конструктор заустроенные технологии уже более 40 лет назад, и это с бумаг, с каких-то идей приходит в реальное воплощение, в реальное строительство. Почему я остановился? То, что зимой было, так скажем, тихо, и все ждали оттепель именно в информационном поле, потому что даже головная компания буквально несколько недель, уже фактически месяц прошел, как ввела новые правила в информационном поле, в социальных сетях, что нельзя комментировать в социальных сетях. Почему? Потому что сейчас проводится активная работа по модернизации репутации, по улучшению, очищению репутации. Для чего? Так как компания выходит уже на совершенно новые масштабы и грани. И у нас также произошел ребрендинг, то есть вы видите, что сейчас SWC, это аббревиатура обозначает Sky World Community, то есть мировое сообщество Sky, и я думаю, что всем понятно, почему Sky. И мы движемся в логике сообщества, несмотря на все изменения, о которых я сегодня расскажу и поведаю во взаимоотношениях с другими партийскими фондами, все равно сотрудничаем и будем сотрудничать, потому что никаких изменений в векторах главного направления привлечения инвестиций у нас нет и не предвидится далее. И вы увидели, наверное, самое главное, что нужно всем наблюдать и всем нужно проанализировать, четко понимать, что сейчас вообще, какой период мы переживаем с вами. То, когда уже все фактически реализовано, это большой демонстрационный центр, большой тестовый центр на Мариной горке в Республике Беларуси, и сейчас уже заканчивается строительство первой фазы инновационного центра, той технологии, которую мы все с вами инвестируем. То есть я также не произношу название компании в логике ребрендинга, потому что сейчас в ближайшее время мы будем максимально четко уже определять регламенты, что можно произносить, что нельзя. Так как я один из основных спикеров, кто вещает в SWC, то я не могу допустить того, что могли бы сдублировать другие люди. Поэтому пока что не буду полностью произносить название компании, называть фамилию именем и отчеством генерального конструктора. Ну, это тоже мы максимально утрясем, и это на самом деле мимоходом просто проносится, работа-то не останавливается. И на Экотехнопарк уже помимо делегаций, серьезных делегаций с различных стран, сейчас уже приходят и прибывают деятели искусства за поиском вдохновления, каким же будет будущее, каким действительно его можно сейчас представить, если это может родиться только в мыслях. Но не только в мыслях, это уже существует в реальности. Об этом поведал художник итальянский, который присутствовал на экофесте, по всей видимости, и организаторы, которые привозили германского режиссера, вышли на контакт, на взаимодействие с головной компанией. Конечно же, им никто не отказал, и где не увидеть будущее, как непосредственно на Экотехнопарке. И там действительно, я думаю, что все члены делегации были просто погружены и испытали это будущее в действии, прокатившись на нем в буквальном смысле. Но кто же будет реализовывать это будущее, и будет ли это будущее экологичным? На самом деле, я чуть-чуть забегу вперед, потому что мой вебинар построен на двух гранях. Того, что происходит внутри того направления, которым мы занимаемся. Я даю свой взгляд, свою призму. Я думаю, что это все постоянно замечают. Замечают и того, что происходит в мире, как это может повлиять на наше направление, и как это вообще влияет на жизнь. Почему направление, которое мы инвестируем, это такая очень серьезная, плывучая, тихая гавань. И вы убедитесь, что сейчас экономика очень сильно штормит, и является ли спасением то направление, куда мы инвестируем. Но об экологии говорит на самом деле эко-дом. То есть это один из первых деревянных домов в Арабских Эмиратах. И да, строится, либо уже построен отель деревянный, но именно в логике гостевого дома, именно в логике дома такого размера, из таких материалов это реализуется впервые в Арабских Эмиратах. И это реализуется не просто так, по концепции, то, что это у нас уже присутствует на экотехнопарке. В первую очередь в логике демонстрации экологичного устроя жизнедеятельности человека. И замечательное интервью. Я уже в конце вебинара одно за другим интервью включу. Запись не буду останавливать. И все, кто смотрит сейчас этот вебинар в записи, так как огромное количество людей смотрит именно в записи, смогут оценить этот эко-дом в действии. И огромная благодарность на самом деле головной компании, всему новостному отделу, непосредственно Михаилу Кириченко, за то, что проделывает огромный труд и выдает профессиональные материалы, как в виде видео, так и в виде статей для оповещения, а что же происходит на горизонте развития головной компании, как с точки зрения строительства, так и с точки зрения взаимодействия и генерального конструктора, и головной компания с различными компаниями. Кстати, я могу сказать, такой вот небольшой спойлер, я не буду дожидаться следующего вебинара, но кто не видел новости, то, пожалуйста, зайдите на новый, обновленный, современный сайт генерального конструктора. Он действительно классный, я с точки зрения дизайна его оценил, он действительно современный, и очень современная новость вышла, я на ней остановлюсь буквально вскользь, чтобы она вышла. Посмотрите, приглашайте друзей, приглашайте тех, кто сомневается, возможно, в нашем направлении, потому что генеральный конструктор стал гражданином Асгарди. Напишите здесь в чате, кто в курсе, что такое Асгардия, что за организация. И помимо этого, в недавнем времени вышла книга, очень серьезная, как 100 выдающихся лидеров России, это те люди, которые формируют и образ будущего, и образ настоящего в современном мире, именно в Российской Федерации. И эта книга презентовалась в Госдуме, в этой книге принимали участие самые различные организации, то есть тоже различные подразделения Объединенных ООН, Госсовет России и многие-многие другие организации, которые имеют отношение вообще к деятельности Российской Федерации, были представлены такие люди, как, естественно, Владимир Владимирович Путин, и генеральный конструктор также присутствует среди этого списка и показывает свой образ жизни, мысли в этой книге. Я думаю, что это тоже такое замечательное подспорье, потому что, конечно же, были наверняка какие-то взносы и финансовая помощь в реализации этого проекта, но кого попало, туда не возьмут. Поставьте минус, кто так не думает. И я думаю, что это заставляет гордиться действительно тем направлениям, которые мы развиваем, и кто же еще будет реализовывать это будущее, которое сегодня, вот так тролли будем определять, тот, кто действительно отвечает негативно на то, что большинство ответит позитивно, тот предположительно, но не буду утверждать, тролль. Но троллям мы рады, потому что тролли тоже меняют свою точку зрения и не собьют меня с курса мысли ни за что, потому что нам тролли только добавляют какого-то драйва в виртуальные встречи и за тем, за кем не следят, тот не интересен. Да, кстати, Вячеслав, я наделил тебя правами, как обычно, с возвращением на наши вебинары, и если что, тогда чисти, пожалуйста, чат. Кто же еще, помимо деятелей на белорусской земле, будет реализовывать то будущее, которое мы с вами финансируем сегодня? Произошла очень такая символичная, я бы сказал, встреча. Приехали именно студенты американского университета при Шарже, и это такое судьбоносное событие, потому что я думаю, что они представили, что потенциально те технологии, которые им представили, в будущем их уже последователи будут изучать просто в университете. И я хотел бы привести цитаты генерального конструктора, и в первую очередь сейчас на территории арабских стран, это не просто генеральный конструктор, но и международный бизнесмен, управляющий серьезными корпоративными делами. И одна из цитат, когда у нас будет свой подрядчик, когда здесь уже будут обученные кадры, когда скоро уже пойдут проекты, подчеркиваю, скоро уже. То есть генеральный конструктор не произносит просто так слов. И не исключено, это мое предположение, что проекты пойдут параллельно еще до закрытия 15 этапа, и авансовые платежи, возможно, потенциально будут также помогать в закрытии 15 этапов. Но только будущее покажет, как будет, и могут сразу 15 этапов до проектов завершиться, могут проекты начаться параллельно, потому что это необходимо для формирования новой современной логистики арабских стран. Там будем строить достаточно быстро. Как будут строить достаточно быстро? Конечно же, когда будет свой подрядчик, конечно же, когда будет своя строительная организация. Сейчас мы проходим с головной кампанией, мы посредством финансирования этого процесса, инвестирования, приобретения долей в обмен на наш финансовый интерес. То, что называется медленной работой в какой-то мере, потому что с текущими подрядчиками необходимо работать и необходимо наладить соответствующие коммуникации непосредственно бизнесмену, а не только генеральному конструктору, для того, чтобы создавать уже свои организации. На территории Арабских Эмиратов сейчас работает две организации технологической направленности. Вы знаете Skyway Green Tech, такую организацию. И также будут созданы строительные организации, так как компания направлена на быстрое масштабирование. Вторая цитата, которую я отметил, это мы строим там тестовые участки, мы будем показывать, как работает система, будем ее сертифицировать, мы будем ее демонстрировать, мы будем ее совершенствовать. Внимание, в логике 100 лет или 200 лет, пока этот бизнес существует. Но по новости об Асгарде, стоит понимать, что параллельно развивается процесс также по подготовке запуска. Никто не знает, когда это произойдет, но все чувствуют, что время подходит по запуске и финансирования, я думаю, и в первую очередь подготовке предпроектных каких-то предложений по общепланетному транспортному средству. И это уже отмечено объединением и организацией Асгарде. Еще раз я повторюсь, что для меня это мощное достаточно событие, потому что я наблюдал за развитием Асгарде. И очень серьезно то, что подобными союзниками на ранней стадии развития ОТС заручается генеральный конструктор. Это просто супер. Есть понимание, что бизнес струнного транспорта будет существовать не всегда. 100-200 лет – это хороший период, я думаю, для инвестирования сегодня, здесь и сейчас. И там же будем обучать кадры, и будет факультет или институт отдельный. Для того, чтобы возить студентов, это уже третья стата, которую я выделил, мы тоже рассматриваем этот вариант построить отдельную дорогу, и фактически этот инновационный корпус может просто стать как отдельный корпус. Представьте, что студенты учатся в университете, даже непосредственно отдаленно от, либо других учебных учреждений, отдаленно от инновационного центра в Шарже, и прокладывается отдельная дорога, отдельная струнная путевая структура для перевозки студентов, буквально с пары на пару. Я вспоминаю только свои студенческие годы, когда я учился в Челябинском агроинженерном университете, и мы переходили с пары на пару между корпусами, а для того, чтобы совершить практику, то есть там было сельскохозяйственное оборудование, приходилось на другой конец города ехать. Я думаю, что это не исключение также и для иностранных государств, и приходится ездить в другое место. Представьте, какой будет комфорт у студентов, и самое главное, понимание того, что они сейчас изучают то, что на острие технологий находится сегодня. То, что эта профессия будет востребована, с каким рвением они будут учиться. Чего не скажешь обо мне, я без особого оптимизма ездил на другой конец города и наблюдал, смотрел за устройством уже устаревших тракторов и различных приборов, устройств, я понимал, что это уже устарело, это уже никому не нужно. Никто не будет показывать Джон Диры и никто не будет показывать современную технику. Что касается основной части университетов, я не исключаю то, что огромная часть образовательного процесса перейдет вообще в онлайн область, в онлайн логику, что и закладываем мы в платформе SWC как одно из направлений, которое будет поспособствовать росту компетенции и квалификации наших агентов по привлечению инвестиций. И это сказка, которая станет былью. Генеральный конструктор об этом абсолютно уверенно говорит. И он говорит то, что видит. А то, что он видит, показывает практика, что уже реализовано и реализовывается. Потому что буквально год назад, если смотреть, было видео, когда создатель технологии, которую мы с вами финансируем, шел просто по песку и показывал, что где будет построено. Сейчас это уже построено, сейчас это уже испытано и готовится к приему первой делегации, которая будет утверждать и согласовывать полноценный запуск первой трассы и окончание первой фазы строительства в инновационном центре. Я могу сказать, что это не каждый стартап может себе позволить такую прозрачность новостей, несмотря на тишину. И сразу скажу, что прослеживаются такие новости, предвосхищу вопросы, которые могут быть, что некая английская компания утверждает, что не утверждает, а с ней было заключено соглашение также министерством транспорта Дубая, управления дорог и инфраструктуры Дубая. И это стратегия, которая также прослеживалась и по SkyTrend. Но давайте посмотрим, а что эти компании на деле реализовали. И даже то, что были использованы материалы касаемо той технологии, которую мы финансируем, были заданы очень осторожно, очень мягко вопросы, так как все-таки это было в авторитетных изданиях, все размещено. Почему были использованы визуализации транспорта, которые не относятся к тем компаниям. И я думаю, что только головная компания сможет ответить на этот вопрос и официально разъяснить. Я от себя скажу, что компании, как BIMCAR, не имеют отношения к той компании, которую мы с вами финансируем. То есть это две разных абсолютно составляющие. И, пожалуйста, не несите дезинформацию. Кто-то предполагает, что вообще уже чуть ли не юридические лица покупаются. Нет, таких процессов не происходит абсолютно. И давайте продолжать нести только адекватную и корректную информацию. Также, переходя к тому, что происходит за пределами того направления, которое мы с вами финансируем, вы видите уже название слайда. Я хочу буквально в нескольких фразах обозначить то, что на данный момент головная компания прекращает продажу, реализацию долей для потребительского общества, которое называется сейчас как бренд NEMI, бывший SWIG. Это абсолютно открытая информация. И я не буду на этом останавливаться. То есть очень много можно сказать. И если понадобится, то мы будем чуть глубже копать. Все можно посмотреть в этой новости. Я не хотел бы на этом останавливаться. И самый главный вопрос, который мне лично задают, а может ли сейчас NEMI реализовать доли. Да, у них был зафиксирован некий пул долей на определенных условиях, с определенным дисконтом, но как доли для фонда. И реализовывать вот эту часть долей, которая была зарезервирована, для частных лиц они не могут. То, что руководство NEMI говорит, что будут созданы какие-то компании и так далее. Можете верить, конечно, чему угодно, но в первую очередь верьте той информации, которая сброшена по ссылке, которую я вам предоставил. Подробно все описано. Вы можете зайти в новости rsvsystems.com и все увидеть, все прочитать абсолютно дипломатично, абсолютно мягко. Всем позволяют доплатить свои рассрочки. Никто никого не торопит, что все через неделю рассрочки заканчиваются. Головная компания абсолютно лояльно подходит к этому вопросу. Если будут какие-то правовые вопросы, то также они будут урегулироваться, потому что все должно быть переведено и никто не должен быть обижен. Обязательства того фонда должны быть соблюдены перед партнерами, которые, как и все мы с вами, инвестировали в первую очередь в технологию, которая является вообще ядром в развитии, привлечении инвестиций всех партнерских фондов, потому что с этого все начиналось. А потом уже обрелось сообщество и начались уже поползновения в сторону. На этом я больше не буду останавливаться. Поставьте от 1 до 10, насколько дипломатично я осветил этот вопрос, потому что не освещать я его не мог, но я надеюсь, что все абсолютно понятно. И уже с начала 2020 года, да что говорить 2020 года, даже в декабре я говорил о будущей нестабильности, основываясь на обложке The Economist, и вы видите здесь вот рецессион прослеживается в этом ребусе из букв, то есть рецессия. И еще вообще в ноябре очень серьезный сектор инвестиционный, непосредственно, если говорить про инвесторов, которые обладают активами от миллиона долларов, то есть где-то 3,5 тысячи респондентов было опрошено, они видели огромные опасения ввиду торговых войн, ввиду геополитической ситуации и так далее и тому подобное. И это на самом деле проводил очень серьезный швейцарский банк, UBS Wealth Management, и это заставлялось задуматься. Это еще было до ситуации по коронавирусу и так далее и тому подобное, к этому тоже вернемся. И многие ждали падения. Такой аномальный, очень серьезный рост был фондового рынка в 2019-2018 году. И сейчас наступил самый большой индекс страха, показатель именно VIX, который можно считать с 2015 года. То есть то, что произошло в 2014 году, вы прекрасно помните. 2008-2009 год вы также помните. Об этом я неоднократно говорил. И что мне и приятно, и неприятно, то, что было предположено, и то, что было озвучено неоднократно на вебинаре, это сейчас сбывается. То есть фондовый рынок летит в тартарары и очень серьезно опустился один из основных индексов по американской, да и вообще мировой экономике, Dow Jones и индекс 100 компаний Nasdaq. Dow Jones, вы видите, с 19 февраля он упал больше, чем на 12%. То есть для крипты это нормально, это обычная волатильность. И для меня, как для в том числе криптоэнтузиаста, это, наверное, некий такой иммунитет и некое понимание, что может произойти на рынке для традиционных консервативных инвесторов. Это огромная паника, фиксация сделок, вывод, выход в кэш, в наличные деньги и далее продолжение этого падения. И индекс Nasdaq 100 компаний чуть меньше опустился с 19 февраля на 11%. Но это все равно неимоверно много. И что вот эти вот как раз относительно крупные инвесторы вообще говорили, куда они инвестировали бы в логике экономической непределенности. То есть самыми важными проблемами они считают загрязнение воды, окружающей среды, вообще в целом, антисанитарию. И это все вызывает огромный интерес к долгосрочному вложению в сектора, связанные с экологией. И как раз вот сектор, связанный с экологией, что ни на есть, это то направление, в которое мы с вами инвестируем. И я могу сказать, что сейчас как раз таки время говорить даже об информации о том направлении, которое мы развиваем. Серьезным институциональным инвесторам российским, это от 6 миллионов начинается квалифицированный инвестор, потому что российские рынки тоже очень сильно летят, акции российских компаний тоже очень сильно летят. И это было еще вообще предположение до объявления коронавируса. И сейчас это уже можно назвать черным февралем. То есть это не просто черный понедельник, когда я готовился к вебинару, набрасывал тезис, то есть за эти две недели постоянно я формирую этот вебинар как некое такое информационное шоу, чтобы была мотивация, конечно же, на нем присутствовать. Помимо того, что происходит замечательное освещение, кстати, изменился стиль, подача, видеография и вообще моушен дизайн, в новостях от Дарьи в SWC. Я рекомендую всем посмотреть, и все переведено на английский, на немецкий, на русский, я думаю, что на дальнейшие языки. И давать некий свой анализ, свое видение. И мое видение говорит о том, что вот то, что считалось, казалось бы, тихой гаванью, полетело вниз. Посмотрите на эти красные значения великих компаний, то есть Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Apple и другие компании, если посмотреть на сектор здравоохранения, тоже они в минусе. Несмотря на то, что говорят, что сейчас биотех, биофарма компании, они растут, и в этом плане я могу сказать то, что это временные тенденции, как было сектором, сейчас об этом уже всем абсолютно очевидно, инвесторам, сектором каннабиса. То есть, когда была легализация в Канаде, в США частично, в 2018, в 2019 году, в 2017 даже частично. Да, кто знал, кто инвестировал в эту сферу, я бы сказал, что это с точки зрения именно этичности, наверное, бизнеса, не самая этичная сфера инвестиций, но инвесторам часто без разницы, эта сфера росла. И сейчас на основе вспышки коронавируса также ожидает, что биофарма будет расти. Но это будет такой же скачок, который абсолютно внезапно закончится. И те компании, которые выросли на основе производства оборудования, масок, и на основе каких-то исследований по поиску вакцины, они уже выросли. Сейчас в них достаточно рисково входить. И это очень волатильный рынок, это очень опасный рынок. Инвесторы как раз-таки сейчас ищут тихую гавань, в том числе в венчурных инвестициях. И вот респонденты, те 3,5 тысячи людей, они подтверждают, что одни из тихих гаваней являются сектора, которые связаны с экологией. А у нас также это связано с созданием, с финансированием, в нашем случае SWC, отрасли вообще с нуля. То есть это инвестиция в то направление, которое может стать спасением и в логистике в том числе. Потому что в Китае произошел логистический коллапс из-за вируса. Все порты встали. И все морские перевозки также встали. И логистика автомобильных перевозок также встала. Потому что все завязано на человеке. И сейчас мир понимает, что с подобными прецедентами необходимо автоматизировать транспортную инфраструктуру и вообще всю логистику и исключить максимально человека, роботизировать. А та сфера, куда мы финансируем, это как раз-таки транспортные андроиды, транспортные роботы, как я их называю. И это создание уникальной, унифицированной, роботизированной как инфраструктуры, так и экономики на системе блокчейн. И представьте, если в Китае сейчас были бы автоматизированные комплексы морских портов, и это было бы вообще очень серьезное решение, но частичное правда, потому что автоматизировать нужно было и автомобильные перевозки, и Китай бы не страдал от недостатка, дефицита продуктов, которые сейчас простаивают в контейнерах и не доходят до своего потребителя, а просто портятся. Всю транспортную инфраструктуру, всю логистику необходимо автоматизировать. Сейчас уже никого этим не удивишь из-за той ситуации, которая произошла со всем миром. И это началось в Китае, продолжается, к сожалению, во всем мире. И я могу сказать, что не будет какого-то проблеска, потому что геополитика, торговые войны и сейчас распространение подобной ситуации влияет на экономику, влияет на финансовые рынки. И нужно задумываться, а что же является тем самым ковчегом. Ковчегом являются те отрасли, те области, которые создаются с нуля и необходимы сегодня человечеству экономики. Это как раз таки та отрасль, которую мы с вами финансируем все вместе. Это спасение экологии. Джефф Безос создал свой фонд по спасению планеты. Я об этом говорил в прошлом вебинаре. Это создание совершенно новой, не существующей доселе транспортной инфраструктуры. Это решение фактически всех транспортных и инфраструктурных задач, которые на сегодняшний день не могут быть решены по какой-то причине. И поэтому, как только уже будет институциональному инвестору понятно, что коммерческие проекты уже запускаются, хлынет огромный поток денег, на мой взгляд. Это невозможно спрогнозировать, это можно только предполагать на основе того, что то, что создает генеральный конструктор и вся команда головной компании, это то направление, которое жизненно необходимо всему миру. Ну а если говорить про направление планетарного масштаба, про космическую индустрию, то, что будем мы с вами развивать, я надеюсь, далее, через несколько лет, об этом вообще никаких вопросов не будет. И тут уже закладывается та логика, которую мы поставили перед собой. Я непосредственно это дело начал педалировать, чувствуя именно как тренд онлайн образования. И вот представьте, насколько вовремя вообще вот сейчас то, что мы задумывались над онлайн образованием, а многие азиаты, многие иностранцы сейчас будут как раз таки сидеть дома и обучаться, квалифицироваться, потому что работать нужно, и деньги также не пропадают ниоткуда с банковских счетов. Вот поэтому это огромная возможность сегодня обретать новый потенциал аудитории для нас с вами всех вместе взятых. И этой аудитории нужно будет получить новые навыки. В этой логике работает сейчас провайдер в сфере онлайн образования. И сейчас мы до уже мельчайших подробностей моментов согласуем договор по ее обязательствам. И сейчас уже работа вовсю ведется. Будет выделен отдельный аккаунт пока что на внешней площадке по образовательной части. И там будут выкладываться актуальные и востребованные на рынке курсы. Какие? Это система продаж, я могу сказать уже точно. Это будет один из тех тренеров, который своим опытом доказал, что компании, которые через его систему могут обучиться продажам, могут выводить свои бизнесы на публичное размещение. И причем неоднократно. И это только российский пример. Он тренировал еще иностранные компании. Он будет представлен уже точно онлайн и вживую. Также, я думаю, виртуально вначале будет тренировать так же. Потому что мы также учитываем ситуацию с коронавирусом. И на данный момент мы сдвигаем на неопределенный срок проведение бизнес-форума. То есть эта концепция уже начала готовиться именно с точки зрения создания стратегии, как мы придем к результату и воплощению этой стратегии. И поэтому мы будем проводить такие масштабные онлайн бизнес-марафоны. Что нисколько не хуже, чем бизнес-форум. И как раз таки на этой площадке, на этих результатах можно было уже непосредственно приглашать аудиторию на локальные офлайн бизнес-форумы. Так как они будут все в курсе, насколько мощная информация была на онлайн бизнес-марафонах. И также я могу сообщить, что сейчас вы видели, что и Максим Исып будет в качестве доверенного лица. Вот лично создатель технологии, той, которую мы финансируем, представлен в логике РСВ. Он будет вести различные встречи. Но, что очень приятно, мы будем именно партнерскими фондами и будем двигаться сообща, создавая уже такой мощный синергетический объединенный продукт. Когда произойдет объединение и будет ли это объединение, одному Богу известно. Но то, что это будет синергия, обмен опытом, обмен мнениями, деление как-то рынка. Потому что сейчас нам нужно очень быстро занимать рынок. Я думаю, что те люди, которые присутствовали на закрытой встрече по массированному привлечению нового трафика, новая аудитория понимает, о чем я говорю. Уже будут конкретные люди, не тест с направлением рекламы и конкретных контактов с имейлами, с телефонами от привлечения через работающую рекламу на тех лидеров, которые действительно могут это делать. Сейчас во всех CRM-системах заканчивается подготовка аккаунтов. И мы не можем кого-то ждать, что кто-то захочет это делать, кто-то это не захочет. Будут делать тот, кто желает и будут получать максимум трафика. Я не исключаю того, что у них не останется вообще даже времени работать со своей партнерской сетью. Потому что трафика планируется очень много. Вот такой вот взгляд, такие новости и такие дальнейшие планы развития SWC. Я буду потихоньку сокращать время наших вебинаров и говорить только по существу. По традиции напишите от 1 до 10, как вам информация по разрезу и того, что происходит внутри SWC и того направления, которое финансируем, и за его пределами. И подумайте, в каком мире сегодня мы живем. Расскажите другим, какой выход может быть из тех ситуаций финансовых, сложных ситуаций, которые могут ожидать абсолютно каждого. Потому что когда падает фондовый рынок, страдают не только крупные инвесторы, не только биржи, страдает обычный потребитель. Потому что цена потребителей корзины, обычные продукты, обычная техника растет в цене. Это вы видите сейчас на территории Российской Федерации. В изменении курса валютной пары доллар и рубль и то ли еще будет. Но мы развиваем правильное направление. И поэтому я неимоверно счастлив, что мы выбрали, кто 5 лет назад, кто 3 года назад, именно тот вектор и увидели именно тот маяк, по курсу которого, по маршруту которого можно двигаться. Благодарю за внимание. С вами Алексей Суходоев. Ну а сейчас я готов ответить на небольшие вопросы и буду завершать. Так, вот Ирина Нижний Новгород спрашивает, почему было сказано. Было сказано, потому что были определенные вещи продекларированы головной компанией. Это новость головной компании и ничего сверх не было сказано. Я считаю абсолютно дипломатичным говорить об этой новости. Тем более это ни для кого не секрет, что РСВ прекратила сотрудничество с нами. Так, коллеги, еще вопросы? Друзья? Спасибо. Если будет экспо, будет ясна судьба SkyWay? Виктор с удовольствием бы ответил на этот вопрос. И я очень сильно надеюсь, что будет вообще экспо в том виде, в котором оно планируется. Потому что многие выставки сейчас отменяются, крупнейшие выставки европейские были отменены еще полтора месяца назад. Если будет экспо, конечно же, в роли, о которой скажет головная компания, уже будет присутствие той технологии, которую мы развиваем. Но не исключено, что основные события будут разворачиваться на территории инновационного центра. Потому что там как раз таки есть то, что посмотреть. И я думаю, что никто не хочет, чтобы его инвестиции направлялись на создание какого-то гипер стенда, который могут себе позволить Siemens. А лучше закончить, либо довести до определенного этапа уже вторую фазу строительства инновационного центра. Ответил на вопрос Виктор, когда будут заключены договоры по адресным проектам? Игорь спрашивает. Очень скоро, как сказал генеральный конструктор, уже будут начаты работы по адресным проектам. Когда эта информация не разглашается, и так говорится очень много, показывается очень много. И я могу сказать, что, наверное, головная компания – это одна из тех вообще компаний, прецедентов, рекордсмен по открытости, несмотря на режим тишины, который сейчас соблюдается. Просто мы привыкли на распашку все показывать, но подобные действия недопустимы. Да, показывались в Индии как-то, и подобных ошибок мы не будем повторять. Так, еще вопросы, коллеги? Когда будем активно проводить конференцию на Урале? Это, кстати, относится ко всем регионам России. Вот как раз-таки с трафиком мы будем работать, честно признаюсь, на иностранный рынок. То есть тут чисто пропорция вложения, привлечения инвестиций. Естественно, иностранный рынок сейчас генерирует больше, но у российского рынка огромный потенциал. И, пожалуйста, используйте правильно то образовательное направление, которое сейчас формируется и будет запущено. Потому что это тот дополнительный ценный продукт, который сейчас за деньги люди приобретают, а его можно будет приобретать в качестве обычных долей. То есть какая-то будет система комбинированный пакет, либо за одну сумму открывается один доступ к онлайн-площадке образовательной, за другую инвестицию другой. Это уже решим чуть позже. То есть конференции будут, когда будет собрана лояльная, не пассивная, активная аудитория. И даже если на конференции сейчас мы будем привлекать холодные контакты, то кто эти холодные контакты будет обрабатывать? Потому что сейчас, когда мы будем привлекать трафик, огромное значение мы будем уделять тому, какой цикл сделки, чтобы с людьми работали максимально быстро и максимально быстро реагировали на заявку. Иначе, конечно же, люди разочаровываются и уходят, и когда к ним возвращаешься, они уже и не желают общаться. Сколько будет подэтапов? Неизвестно. Но честно признаюсь, что в январские праздники было затормаживание. Это логично, это понятно и ни для кого не секрет. Сейчас будем наращивать рост. Только вперед, друзья. Только быстрее, выше, сильнее. У нас нет времени отступать. И мы сделали свой выбор. Нужно нести ответственность за инвестиции, делать все возможное каждому из нас с вами, чтобы проект реализовался в максимально кратчайшие сроки, в том коммерческом применении, в котором мы ожидаем. Так, крайний вопрос. Абдуль, Абдуль Рахим, Аль-Немер Абдуль Хаким Касем. Максим Исып шел из СВИГа или как будет возглавлять РСВ? Но если он доверенный человек, генерального конструктора в РСВ, то я думаю, что вопрос по его сотрудничеству со СВИГом, с Неми решен. И тут это достаточно удивительный для меня вопрос, я бы сказал. То есть если он работает в РСВ, значит он не сотрудничает со СВИГ. Ответ очень прост. Более подробно о британской компании. Британская компания, повторюсь, Петр Владимирович, уточните, пожалуйста, это то, что в новостях и то, что использованы материалы визуализации. Верно? Если про эту британскую компанию не имеет никакого отношения к компании, которую мы с вами финансируем. Это абсолютно два разных направления. И вы понимаете, что маркетинг свой у арабских лидеров, у них свои масс-медиа, и никто им не запрещает заключать соглашения с другими инновационными компаниями. Но никто не отменяет сотрудничество с нами. И вы видите, кто на самом деле строит и реализует уже сейчас на территории Арабских Эмиратов. Так что нет никакой связи. Официальное заявление по поводу ответов, почему материалы были использованы и так далее, это может давать только головная компания. Ответил на вопрос Петр? Ну все, коллеги, вопросы на этом завершены. Благодарю за внимание. Всем счастливо. И не отступать, не сдаваться, только вперед. Вот что нам не то, что остается. А мы это выбрали, это наше призвание, это наша миссия. Развить то дело до победного. Всем счастливо. С вами Алексей Суходоев. До скорых встреч через две недели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok